Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пока небеса не озарились огнем И не явился новый враг Наш мир на грани уничтожения Настало время хаоса Всем привет друзья, с вами Райзум и это прохождение компании Warcraft 3 Reforged Последний раз я проходил компанию Warcraft 3, наверное, лет 14 назад И я уже не помню многих деталей сюжета, помню только основные ключевые повороты И я рад, что сегодня у меня наконец-таки появилась возможность освежить свои воспоминания И пройти одну из лучших компаний в играх, эталонную компанию в жанре РТС Начну я с пролога, исход Орды, как раз обучение, вспомню как играть Плюс там же сюжет, а сюжет пропускать нельзя Сложность, будем играть на высокой Рекомендуется только тем, кто давно играет в Warcraft 3 Это не про меня, но сложность будет такая Поехали Время ускоряет свой бег, сын Дуротана Ветер отзывается голосами войны Земля, испещренная шрамами прошлого Готовится к новому противостоянию Субтитры создавал DimaTorzok Герои принимают вызов судьбы И ведут свои войска в бой И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели Пылающая тень грозит поглотить нас всех Собери Орду и поведи свой народ тропой судьбы Найди меня Глава первая Погоня за видением Где-то посреди Нагорья Орати Молодой вождь Орды Трал проснулся Увидев тревожный сон Что за странный сон Это не сон, юный вождь Это видение Следуй за мной И узнаешь, какая судьба уготована тебе Не знаю, что все это значит Но мне интересно Ничего не понятно, но очень интересно Понятно, как действует Трал Так Будет подсказчик Подсказчик, я знаю, что ты здесь Поговори со мной Замечательно Тем не менее, до лагеря Орков еще далеко Прикажите Тралу двигаться на север К следующему знамени Для того, чтобы увидеть знамя Подведите курсор к верхнему краю экрана Здравствуйте, господин Орк-подкастер Рассказчик Прекрасно Мы почти на месте Но на пути к следующему знамени Есть черная область Это означает, что местность еще не разведана Самое то для меня Первый раз вижу РТС Пойдет Черная область уменьшается По мере продвижения Тралла Господи, Тралл уменьшает черную область Но это что-то Что-то на грани бана происходит Здесь Теперь, когда вы выбрали отряд Прикажите ему двигаться к следующему знамени Без проблем Но я скажу, что у Тралла Еще Тралл застрял У Тралла неплохой голос, мне нравится Насчет Орка-подкастера я не уверен Прикольно, скажу вот так Прикольно Один гнол бедный Выберите их Забили толпой Да Впереди гнолы Это Да, всего лишь разведчик Мы его расхерачили Бедняга уже сгнил Ой, ну атак мув это наша, да? Атак мув это лучшая движуха в РТС Нажал атак мув все врагов убивают И ты такой стратег Модельки красивые Но света, конечно, как по мне не хватает Света, теней Вот единственное, что здесь не хватает Для того, чтобы картинка была лучше Обратите внимание Благодаря приобретенному в бою опыту Тралл получил новый уровень Ага Если вы щелкнете по кнопке способности В правом нижнем углу экрана Отобразятся способности Которые ваш герой может изучить Спасибо, ага Для изучения новой способности Щелкните по кнопке цепная молния В правом нижнем углу экрана Я специально нашим зрителям Моим зрителям Даю послушать мусье орка подкастера Цепная молния Поражает цель молнией Которая рикошетит в находящихся рядом врагов Нанося меньше урона с каждым рикошетом 4 рикошета на первом уровне 85 урона На кнопку Z Да, здесь какие-то проблемы С этими хоткеями Я когда поставил кастомный хотке Я эту миссию вообще не мог запустить Поэтому я пока играю на Грит или Кверти Как хотите ее называйте Атака на что здесь? На R Будем знать Атака теперь на R Ломаем дома бедным гнолом Не хрен жить на нашей территории Это территория орды Тот, кто не платит налоги тралу Тот будет уничтожен быстро И жена гнолов А дома никого, кстати А где же маленькие гнольчата? Ухи неспокойные Мало жестокости Это же не травоядный вов Это все-таки Это все-таки еще Варкрафт 3 Когда Когда трал не ходил с людьми договариваться Там о мире и так далее Когда трал бил мордой Молотом своим бешеным И убивал гнолов Подвешивал их на деревьях И топил за орду Был настоящим ксенофобом Мы видели в реке стаю мурлоков Мурлоки Превосходные мишени Для вашей новой способности Чтобы трал применил ее Щелкните сначала по кнопке Отцепная молния А затем по одному из мурлоков О, это вам не Реально не орда Альянс, друзья, навеки Это вам Варик 3 Вижу рыба людей Поджарить их молнией Никаких переговоров Просто убиваем Зелье маны Зелье маны Ох Снова рыбы Рыбы на нашей территории Мурлок-волноход Как у вас дела, друзья? Надо будет потом поменять Отображение жизни А то Кто-то отъедет А я и не узнаю Так, подождите Олени-люди Тоже убили нахрен Вдруг враги Так Час меча и топора Час презрения Теперь мы сможем Резать глотки гнолом В ночи Отлично Че бы нет Мы пришли с миром, друзья Здрасте Может из них сундуки выпадают Кто знает Ага Бутылочка Хорошо Сила и часть Ну, озвучка трала Я повторюсь Мне нравится В принципе Нормальная озвучка орды Иначе нам пришлось бы туго Да По-моему, туго придется огру Бедный огар Прилег поспать С костерком Подлетели орки Вчетвером Намесили огру Из него даже ничего не выпало Ё-моё Как-то грустно Огар, ты чего? Хорошо Так, это скучно Избивать бомжей Мне нужны богатые огры Из которых будут Нападать нормальные вещи Нужно идти На другой тракт Здесь какие-то бедняки Одни обитают Ндабу Ндабу Пусты Надо изучать всю карту Мало ли что Осторожно, войны Эти создания По ночам не спят Беспредельщик Голем Ну Из тебя тоже ничего не было Второй уровень Так, помним Правила всех РТС Убивай и РПГ РТС Убивай все, что видишь Ломай все ящики Если кто-то поставил ящик То это Не просто ящик Это хранилище Великой силой Там может быть плащ Может быть сундук Может быть великий меч Драконоборца Кто знает Вряд ли там Какой-то крестьянин Хранит свои припасы Мы же все-таки В фэнтези Мало ли что Вот кольцо защиты Было в Големе Оно его не защитило Не защищило Весьма полезное приобретение В зависимости от свойств Кольца улучшают характеристики героя Которые их носят Броня 5 Снижение урона 22% Оно как-то не густо Хотя для мультиплеера Наверное броня 5 неплохо Для начала-то Но для компании Это не густо Так, мы туда пока не идем Хоба Лесные тролли До сих пор не верится Что когда-то Они тоже были частью Орды Поэтому проломим у черепушки, да? Правильно Так Ребятки, ребятки Назад Сдобу На тебе еще раз Ману-то мы зарядим Все хорошо И разломаем все их хижины Раз они теперь не с нами О, книжечка Мужики, ломай Ломай, ломай Я пойду почитаю Медицинский трактат Плюс 50 хп Так он не в сундуке хранился Он хранился в тролле Это как в знаменитом фильме Загляни в собаку Вот так же у нас Загляни в тролль А там книга Хорошо же Хорошо Все, финал там Медив Медив сейчас будет в шоке Пошли за мной Пришли все в крови Убили всю живность На пути Он скажет Трал, ты великий Мудрый вождь Ты спасешь мир А сзади лес горит Мертвые белки Олени Гнолы Тролли И все Ничего живого не осталось Правильно Ты правильного выбрал Человек Орка Медив Приветствую тебя Сын Дуротана Я знал Что ты сумеешь Найти путь ко мне Я видел тебя во сне Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое Юный вождь И о тебе И о твоем народе Кто я сейчас Не важно Важно лишь то Что ты должен Как можно скорее Собрать всех орков И покинуть Эти земли Покинуть? Что происходит Человек? Человек? Во мне давно Не осталось Ничего человеческого Я изменился Стал другим Знай Я видел будущее Видел пылающую тень Которая надвигается На этот мир И жаждет Поглотить его Ты ведь тоже Чувствуешь Ее приближение Демоны Возвращаются Да И лишь за морем На далеких берегах Калимдора У вас будет шанс Устоять против них Но разве мы? Когда придет время Я отвечу на все Твои вопросы Юный вождь А сейчас Собирай своих воинов Мы еще встретимся Бред безумца Но духи говорят Что я должен верить ему Хорошая логика Хорошая Показали бы хоть раз Духов кстати Орды Как они с ними общаются Ладно Это первая миссия И я думаю Можно пройти сразу И вторую Потому что она Довольно Короткая Глава вторая Отплытие Три дня спустя На побережье Лордерона Будем сейчас Мочить людей Я думаю Хватит Хватит Убирать гнолов Нужно подниматься Слишком много людей Развелось В наших лесах В нашем Орковском Орочьем Лордероне Пора бы прекратить Этот беспредел Прошло уже Три дня Этот Пророк Так и не объявился Хм Надеюсь Я не зря Доверился ему Вождь Кланы Выступили В путь По твоему приказу Но им нужно Время Чтобы добраться Сюда Разобьем Лагерь Когда Пребудут Мои воины У них Должна быть Еда В достатке И крышу Над головой Будет сделано Вождь Воин Ты не встречал Громаша Адского крика Клан Песни войны Уже давно Должен был Прибыть сюда Нет Вождь От адского Крика Давно Не было Вестей Проклятье Куда же Он подевался Куда же Подевался Наш дорогой Громаш Строим базу Мигающая Мигающая кнопка В верхней части экрана Показывает Что в журнал Была добавлена Новая запись Щелкнув По кнопке Задачи Вы сможете Прочесть Описание Текущих задач Давай Обустройте базу Постройте Землянку Постройте Лесопилку Казармы И обучите И обучите Пять рубак Обустройте Базу К прибытию Орды А еще Секретное Задание Не получено Да-да Да-да Иди-давай Получив приказ Добывать золото Батрак Начнет Автоматически Курсировать Между рудником И ближайшим Домом Вождей Курсировать Вот вам еще Несколько Батраков Чтобы Устан Спасибо Подкастер Курсируйте Ребята Запас Вашего Золота Отображается В правой Верхней Части Экрана Он Растет По мере Того Как Батраки Переносят Добытое Золото В дом Вождей Ух Как Курсирует Мне аж Прям нравится Это слово По-ордынски Так звучит Обеспечив Себе Стабильный Доход Вы можете Приступать К расширению Базы Для этого Вам понадобится Еще Несколько Батраков Чтобы обучить Батрака Выберите Дом Вождей Так Мне нужно Больше Батраков Которые Будут Курсить Выбрав Дом Вождей Вы увидите В середине Нижней Части Экрана Индикатор Отображающий Прогресс Обучения Все Курсящие Батраки Курсирующие Но нас Они будут Курсить Мы же Ордынцами Неправильно Говорим В правой Населении Вам нужно Строить Дополнительные Землянки Они Обеспечивают Вашу Армию Припасами Позволяя Обучать Больше Бойцов Чтобы Построить Землянку Ага Давай Пошло Вырыли Сначала Кого-то Колодец А из него Мы строим Землянку Живем В колодце Нормально Колодец Неглубокий Лесопилка Может повысить Эффективность Добычи Древесины Прикажите Одному Из ваших Батраков Построить Ее Рядом С лесом Так Давай Чтобы Запас Древесины Пополнялся Быстрее Обучите Еще Нескольких Батраков И отправьте Их Рубить Лес В детстве Я обожал Смотреть Как строятся Такие здания Особенно Если в играх Был прогресс Крутой То есть Здания Сначала Там вообще Нету Потом По чуть-чуть Улучшается Еще 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 Очень быстро Как Цивилизации Пятые Были в ролике Красивые Как они строятся Правда Я не помню Всех игр В которых Это было Красиво Сделано Но Во многих РТС Начало Нулевых Это было В моде Кто круче Сделает Постройку Зданий Сейчас Наверное Если Сделают РТС Особо С такими Вещами Не заморачиваются Это я еще Мечтательно Сказал Сейчас Если Сделают РТС Да и так Медленно Говоришь Подкастер Что я Я тут Скоро Вырублю Просто Все Строим Два Здания Пять Рубак С двух Бараков С двух Ног Врываемся В лордерон С двух Бараков Трав Входит Ага Увеличивает Урон Атак Рубак В руках Медленно Время 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 Говоришь Увеличивает А потом идти лес добывай. Давай. Рубака. Да я еще одного не обучил. Куда их продолжать-то буду? О, мужик. Мужчина, добываем лес. Да-да. И ты тоже. Нам нужно больше золота. Да какой? А, 200. У-у-у, а это я много рабов построил, да? Ну ладно. Мне страшно. Посмотрим на бога на красивых рубак. Зданица. Зданица, зданица, жалко, маленькие остались для того, чтобы поддерживать совместимость игры с классическим Моркрафтом 3. Я все-таки надеялся на то, что они сделают огромные здания, как они показывали в демке на Белисконе. Хотя там не здания были огромные, там была карта огромная, Стратхольм. Но здания, по-моему, тоже были покрупнее. Моя жизнь принадлежит Орде. Да. Нам нужно больше золота. Последние два рубаки. Духи неспокойны. Мне кажется, нам нужно больше. Башни разведывают. Врагов нет. Пора за дело. Пора. Кого за дело? Мог регар, много. А я могу на Трала поставить? Да, могу. Неплохо. Неплохо подспамим. Мы обманем игру, построим шесть рубак. Нифига себе у них какая-то... Какая зона комфорта. Да вы посмотрите, подходить друг другу нельзя. Вроде ордынсы, а держатся на расстоянии. Ммм. Порки, вы нарушаете законы Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас же, мы сохраним вам жизнь. Бождь, они говорят, что захватили в плен одного из наших командиров. Может, это громаж? Надеюсь, что нет. Но если они взяли в плен адского крика, я заставлю их об этом пожалеть. Лок-Тар-Огар! Вперед, воины! Оттесним людей! Ого. Былые времена, когда какие-то бомжи из Альянса могли взять в плен такого персонажа, как Адский Крик. И былые времена, когда миротворец Тралу мог сказать, давайте-ка размажим им мозги моим мегамолотом. Не давайте с ними поговорим, а сейчас я их насажу на пику. Вот это хорошо. Вот это нормальная орда. Погнали месить. Хм-м-м. Стройсь! До свидос. Нет, они все равно башню ломают. Алло! Спина не чешется, там топор не засел в ней. Да, ребятки из Альянса что-то не тянут. Они ненавидят башни, я понял. Переведите Тралла и его отряд через мост и найдите Громаша. Ща найдем. Куда ты меня дергаешь? Подожди. Надо все разломать. Но все-таки орки... Они разломали наши башни, и мы разломаем наши башни. И белок всех убьем в их лесах. И всю живность, и дома все сожжем. Просто потому что можем. Так... Почему я не могу ферму сжечь? Ну что это такое? И дома поджив... Ооо, шо? А как я сюда веселиться пришел? Только лес могу рубить. Ладно. Но на лес только эльфы обижаются, когда рубишь. Альянс-то на лес похрен. Во, тихо. Надеюсь, здесь никак в Дивините она не взорвется, эта овца. Не убьет всех ваншотом. Ну-ка разделимся. Умри, башня. Правильно. Так, подождите. Нельзя. Во, во, во. Ящик. Я вижу, я вижу. Разойдись. Громаш подождет. Громаш понял бы, что если ты видишь ящик, ты не можешь пройти мимо. Он бы сам это сделал, будь на нашем месте. Нет, ничего нет. И здесь нету. Здесь есть овечий. Долг орка, друзья, честь. Если я вернусь, не убив десяток овец, я не смогу смотреть в глаза другим ордынцам. Так нельзя. Ломай ворота. До сих пор в хп в воротах не показывают. Хрена взорвалось. О, свиньи. Самого срока. Уху-ху. Что-то много крови. Ладно. Ладно. Как дела? Так как у нас с хп? Все нормально с хп. Утрава дальность неплохая. Нормально она окидывает. Громаш, вылазь. Моя жизнь принадлежала. Это не громаш. Я вождь. Это обман. Полазь назад в клетку, залазь. Полазь в клетку. Отыгрываю орка, друзья. Простите. Русский язык. Это не к оркам. О, ящички. Ну хоть какая-то награда там не будет. Ну господи. Ну. Ну. Ничего нет. Жадные люди. Вот поэтому их нужно всех убить. К ним приходишь в лагерь. В большой лагерь, где держат в клюну важных орков. И в ящиках нет ничего. Вы только вдумайтесь. Вот из-за этого, я думаю, орки и люди ненавидят друг друга. Я бы тоже ненавидел людей. За такой беспредел. Ну. Лагерь. Палатка. Ладно, палатка. Сейчас смотришь. Палатки не убиваем? Ребята. Ребята. Жарко. Костер потушить нельзя. Пионерско-ордынским способом. Один. Бедняга. Эх, парень, не повезло. О. Шаман. Развеивание магии. Нифига себе. Духи неспокойные. Шаман. Эти магии сражаются в дальнем бою и владеют развеиванием магии, замедляющим передвижение врагов. О как. Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними, чтобы использовать способности каждого. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого мага по отдельности. Обратите внимание. Выбранным бойцам соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана. Один из портретов выделен желтой рамкой, которая обозначает текущую активность подгруппы. Переключаться между подгруппами можно с помощью клавиши Tab или щелкая левой кнопкой по необозначенным желтой рамкой портретам. При активации подгруппы ее способности отображаются на панели приказов. О как. Ну это мы знали. Спасибо. Развали. Э. Что? С одного удара ящик не разбиваешь. Господи. Значит у ящиков есть еще и какое-то количество хп. Я думал там один хп и все. Ударил. Пшикнул ящик поломался. А тут. Вперед ребята. Я даже магию не использую. Мало ли сейчас кто выпрыгнет. Кто знает. У нас уже такая толпа. На двоечку на всякий случай. Но можно табор. Э, э, стопе. Обещали, что в компании можно будет большую группу отрядов выбирать. Алло, ну Близзард, ну вы. Ладно мужик, ты стой здесь. Или ты отстаешь. Ухи неспокойные. Ну это какой-то стыд. Я считаю. Говорили 40 юнитов в группе, в компании. Чего прикажешь? Ну что такое? Рыцарь. Рыцарь это серьезно. 37 урона, 5 брони. Уместо хеонера окружена сторожевыми башнями. Так уничтожьте их. Нужно освободить адского крика. Замесили. Забрызгал всех кетчупом. Так, три башни, да? А отрядов я не вижу. Полетели, ребят. Полетели, полетели. Окружаем башню. Теперь она не убежит. Профессионально. Профессиональный окружатель башен. Так. Зачем воевать под двумя башнями? Когда можно воевать под одной? Как, с КП все нормально? Нормально. Побегай. Заблокировал. И эта башня тоже никуда не убежит. Ладно, ребятки, вы справитесь. Только не дергайтесь. Новый уровень. Это вторая. Так, выходь. Громаш, выходи. Громаш, ты в порядке? В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Забудь об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то. Идем. У меня есть идея. Мы могли бы одолжить корабли у людей. Согласен. Но сперва нужно дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь, юный трал. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Спасибо, Медив. Благодаря тебе мы положили кучу людей. Хорош. Как всегда, за мир и порядок. Ну, на этом все тогда с этой серией, друзья. Спасибо всем огромное за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Не забывайте про лайки. Всем пока.